Перед началом ролика хочу сделать небольшое предупреждение. Тут будет очень много политоты, я нехило так пройдусь по некоторым личностям из мира единоборств, которые для многих являются кумирами и примерами для подражания. Будем также говорить про мобилизацию, войну в Украине, поэтому чьи-то нежные чувства могут быть задеты, особенно подгорит у Z-зомбарей и разных там сектантов из мира вне политики. Сектанты вне политики это крайне мерзкий слой общества, который предпочитает закрывать глаза на все происходящее вокруг. Для них вообще считается зашкварным, когда кто-то затрагивает какую-то политическую тему и пусть хоть ракета рядом упадет, но нет никакой политики, только тупой нейтралитет всегда и везде. Но сейчас такое время, когда политика касается каждого, не важно клеил ты Z-ки или же выступал против власти, коллективную ответственность никто не отменял и отвечать придется всем. Так что еще раз предупреждаю, все кто против, милости прошу на выход, потому что подобные темы будут периодически подниматься в моих видео. И да, не забудь написать, что канал же про спорт, чё ты вообще в политику-то полез, ты чё в ней что-то шаришь? И, как вы, наверное, знаете, в России с недавних пор объявили мобилизацию, которая проходит таким образом, что ее смело можно назвать мобилизацией. В сети полно кадров, которые демонстрируют нам, что набирают во многом не квалифицированных бойцов, а бойцов алко-единоборств, которые ведут войну еще до того, как им выдали оружие и уверенно сражаются с зелеными змеями. Все вернутся, кто как едет, кто так воевать не надо. Есть даже первые боевые потери, еще до того, как бухающий сброд попал на фронт. Синька безжалостная и беспощадная, и бьет больнее любого джавелина. Кто-то в такой ситуации валит, куда глаза глядят. Вот, кстати, всеми известный Лев Против, который свалил из страны. Только чем он теперь будет заниматься? Ранее отнимал бутылки у алкашей, а теперь что будет отбирать у казахов кумыс? Правда, как стало известно, Лев Против оказался не в Казахстане, а в Грузии. Там очень развита культура виноделия, и если жиро Лев Против попытается что-то такое выкинуть, то быстро получит ответ от грузинов. И тут уже не получится действовать толпой и ходить под крышей мусоров. Все, лафа закончена. Кстати, как стало известно, там ему уже настучали по харе. Кадры показывать не буду, Ютуб на такое может плохо отреагировать. Без труда найдете все в интернете. Однако есть и те, кто прямо выступают против этой несправедливости. Выходят на митинги и отстаивают свои права. И это реально намного смелее, чем создание пробок на границах с другим государством. Ведь если вся та орава, которая смылась, если бы она вышла на митинг, то никакой бы мобилизации и войны не было бы в принципе. Хороший пример показали жители Дагестана, которые выходили на протесты и всячески пытались отстаивать свою позицию. И это реально правильная позиция. Ведь что Украина сделала Дагестану, и почему следует идти пушечным мясом на мобилизацию в чужую страну? Так вот, против ментов выходили даже совершенно мирные женщины. И они демонстрировали реально огромную смелость. Да и местные мужчины тоже демонстрировали необычную смелость и отбивали тех, кого менты ранее захватили. Да, это были немногочисленные протесты, но те, кто туда выходили, настоящие молодцы. И подают правильный пример, что не отсиживаться нужно, а бороться против несправедливости. И видно, что у людей есть хоть сколько силы духа и мужества, чего не скажешь про некоторых бойцов. Мага Исмаилов, дагестанский боец, выдал просто набор слов, и его позиция совершенно не отображает ничего. Мне повестка не приходила. Будем исходить по факту, когда это произойдет. А сейчас, что я могу прокомментировать? Так вот, это такой же не ко мне вопрос, на который я не смогу ответить. Вот ты, журналист, пойдешь, когда придет повестка? Вот и я так же. По мере поступления посмотрим, что я буду делать. Все выглядит так, как вроде я не я и хата не моя. Но еще больше удивил Хабиб Нурмагомедов, которого ранее жители Дагестана считали чуть ли не самой своей большой гордостью. У него за спиной много достойных побед над своими сильными соперниками. Да и поведение на публике было вполне приемлемым зачастую, что и редкость для современных бойцов. Но вот когда его братья и сестры выходят на митинг, вся порядочность как будто бы исчезает. И он выбрал просто самую мерзкую позицию. Просто молчать. Молчать, чтобы не случилось и даже не реагировать никак на происходящее. Ноль реакции, как будто бы ничего не происходит. И все так и должно было быть. Но после того, как бойцу начали писать гневные комменты в инсте, он просто закрыл все комментарии на всех постах. Полный игнор своих фанатов и полный игнор своих братьев. Никакого даже маленького комментария от него не дождались. А ведь прошло уже больше недели. А он, как и ранее, просто молчит. У него в инсте 33 миллиона подписчиков. И огромная часть этих подписчиков как раз таки жители Дагестана и других кавказских территорий. Человек с таким уровнем медийности мог бы очень многое сделать для поддержки своих братьев. Один пост, состоящий из нескольких слов, очень сильно бы поспособствовал тем протестам, которые есть. И вдохновил бы людей на борьбу со злом. И явно бы протестующих стало больше. Ровно как бы и уверенность в протестах тоже возросла неоднократно. Вы посмотрите, сам Хабиб поддержал протесты. Сколько бы людей тогда бы стремилось выйти на них. В этой ситуации бы что-то изменилось. Однако нет, выбрал тупой нейтралитет, чтобы в случае чего можно было легко сменить сторону. В зависимости от того, куда подует ветер. Да и Хабиб имеет очень много подписчиков из других стран. Его слова могли бы здорово поспособствовать распространению информации про сами протесты во всем мире. И это бы еще привлекло внимание многих иностранных СМИ к происходящему. Тут ситуация получается такая, что у этих мирных женщин куда больше мужества и отваги, чем у подобных байчишек. Один вообще молчит и делает вид, что ничего не происходит. А позже буквально посылает всех и закрывает комментарии. А второй дает такое пояснение, которое не отображает никакую позицию. Тот самый Вагаб Вагабов, который является личностью неоднозначной, даже он четко обозначил свою позицию касательно протестов. И стало понятно, что боец явно на стороне своего народа. Но всякие там Хабибы в очень хороших терках со своей властью. И видно, что власть им нормально так отстегивает деньжаток. Потому что медийные личности имеют большой вес в обществе и могут повлиять на многие процессы в нем. Поэтому таких нужно держать под контролем. И всячески заманивать их разными там плюшками. Что власть активно и делает. Естественно, что никакие Хабибы не будут и близко мобилизированы. Им вообще пофигу на то, что там происходит с их народом. Просто моя хата с краю и я ничего не знаю. Хотя Хабиб же является мусульманином, скажете вы. В этой религии не предполагается нападать на другие народы с целью отжать часть их территории. В этой религии предполагается защищать свою веру с оружием в руках. Если кто-то на нее посягнул. Но разве Украина как-то посягала на его веру и веру его братьев? Да вообще никак. Просто одному бункерному показалось, что он великий стратегий полководец. И дед решил на старости лет поиграться в войнушки. Решил присоединить себе те территории, которые он даже контролировать не может. И получается так, что вчера территории были присоединены. А сегодня часть этих территорий отсоединилась назад, ввиду контрнаступления. И дед погонит на убой еще много народу, когда он вообще думал про людей. Свои бы хотелки удовлетворить. А по телеку скажут, что все нормально и потерь-то нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Я ранее никогда не делал разоблачения на Хабиба. Он не всегда виделся вполне достойным бойцом. Хотя некоторые грешки за ним все же водились. Теперь же я просто презираю этого человека. Что еще должно произойти? Чтобы он перестал метаться между двух стульев. И стал на сторону своего народа. Или же, может нужно просто заплатить ему побольше, чтобы быстрее одумался. Потому что несправедливость по отношению к его народу никак не способна пробудить подобного бойца. А на этом пока все. Я тут посмотрел и обнаружил, что хватает разного рода псевдопатриотов, которые свалили куда подальше. И многие из таких индивидов являются крайне мерзкими личностями. А некоторые из них сами топили за войну. Но теперь-то бегут, куда глаза глядят. И отклеивают свои зетки на машинах. Про таких вероятнее всего позже сделаю отдельное видео. Всем пока. До новых встреч. У-у-у. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok